Историческое общество Как нам писать историю? Вот Суворов, он великий полководец, а то, что он разгромил Пугачева, а то, что он подавил польское восстание, это как? Я отвечаю, что почтеннейший академик Суворов прискакал, когда Пугачев был разгромлен. Если бы он прискакал вовремя, конечно бы разгромил, потому что Суворов один из выдающихся строителей государства, его вооруженных сил. А Пугачев, что бы вы там ни рассказывали, и как бы в народе, как Алилхомат Атамане, там память не хранилась, все-таки разбойник неграмотный. К тому же Пугачев понимал на вопрос Саввы Маврина. Ты действительно хотел стать царем? Да нет, ваше благородие, ведь я неграмотный. Пугачев это понимал, а советские историки этого или делали вид, что не понимали. Конечно, крах государства при таком руководстве. И этот историк, боюсь, как бы не возглавил комитет по созданию учебников. Насчет поляков я тоже в книгах объясняю, что да, для поляков это война за национальную независимость, но да, Россия это война за национальную безопасность, потому что руководители польской революции обращались и к турецкому султану, и к шведскому королю, и к французским якобинцам, давайте на эту Россию! И готовы были принять самое активное участие в ее расчленении, если бы удалось. Поэтому для Суворова не было выбора, как воевать. Вот такие вот перлы. Вот в новой книге, ну, вы ее прочтете, там все сказано, но приходится полемизировать. Вот буквально с самой первой страницы. Первая глава у меня называется по-итальянски, ну, вот в переводе я итальянскую не знаю, но переводчики помогли. Я родился в 1730 году, 13 ноября. А последние десятилетия у нас в стране гуляет версия, навязывается версия, что нет, Суворов родился в 1929 году. Почему? А вот, дескать, когда его хоронили, его родственник Дмитрий Иванович Квоздов, ну, могильная плита, это завещание Суворова, здесь лежит Суворов, а на вот доске этот Дмитрий Иванович накатал, родился в 1929. Ну, бывает, ошибся Дмитрий Иванович, на него свалилась эта тяжесть, опала новая, так сказать. Сам Суворов написал, был очень молодым офицером, по-моему, еще в чине подполковника, записку, где проходят все свои чины с филигранной, так сказать, точностью, когда вступил в службу, когда получил сержанта, когда получил подпоручика, когда получил капитана. И там он пишет на итальянском языке. Родился в 1730, 13 ноября. И даты рождения своих сестер. Кстати, и у сестер на могиле даты со сбоем на один год. Ну, когда хоронили, так сказать, не муж, жену, а дальние родственники, Каласов был женат на племянницу Суворову, ну, вот часто у них вот с даты. День рождения они помнили, да, наверное, отмечали, ни разу, а с даты не получалось. Но есть прямые свидетельства. Суворов написал, я родился в 30-м. Его жена, когда узнала об этой мемориальной доске, Суворов с ней был в разъезде, но не в разводе, Варвара Ивановна написала Хвостову, родился мой муж в 30-м. Дмитрий Иванович, что ты там пишешь? И недавно я нашел еще одно подтверждение. Любимый деньщик Суворова, его спутник многолетний, Прохор Иванович Дубасов, написал Хвостову. Дмитрий Иванович, Александр Васильевич, родился 13 ноября 30-го года. Приходится это писать, потому что уже застолбили, навязали, что нет, в 29-м уже энциклопедии выходят, но некоторые поосторожнее, 29-й, 30-й, а некоторые прямо рубят 30-й, и многие авторы, 29-й. И чего это делается? Я подумал. А вы знаете, подступит дата, круглая, новый юбилей. И вот, благодаря вот этим вот мифотворцам скажут, а когда праздновать-то, знаете, мы не знаем, вот как-то у него не ясно. Да все ясно. Ошибся, Дмитрий Иванович, первый биограф из Суворова, 30-й, хотя доска уже висела, лучший биограф из Суворова, Петрушевский, Алексеев, Милютин, 30-й. И у нас в стране отмечают 30-й. А сегодня появляются, значит, нет, вот 29-й. Присылаются на работу такого офицера русской армии, который преподавал в консерватории на дирижевском факультете. Я не знаю, что он преподавал. Гутер, который взял в юбилейный Суворский год написал статейку семестраничную в 29-м. Из этой статейки следует, что человек впервые столкнулся, так сказать, с историческим материалом. В его каждой строке буквально сияющие, так сказать, пропасти. Ну, как бы мягче сказать, невежество, а может быть, и хуже того. Ну, вот приведу пример. Он, например, рассказывает, что внук Суворова Александр Аркадьевич считал в 30-м, в 29-м. Внук родился после смерти своего великого деда. Жена в 30-м. Прохор в 30-м. Сам Суворов в 30-м. Кому верить, конечно, Суворов. А вот, значит, Суворов там где-то диктовал, он не знает, что диктовал, он думает, что писал. Диктовал свою биографию, случайно попал в 27-й. Ну, тогда пиши 27-й, значит. Нет, вот Суворов, ну, адюбат, значит, не расслышал, Суворов длинные бумаги только подмахивал. Вот. Дальше, больше, нашли, нашли исповедальные книги случайно. Вот автор на этой исповедальной книге строит, что вот, оказывается, там, допустим, в 42-м году Суворов, и отец, Суворов, мать, исповедуется, и Суворов написал, а может, отец сказал, что ему 13 лет. 29-й. Еще там, через 5 лет, надо написать 16, он написал 17. Ну, все. Он только не знает, что исповедальные книги давно русскими историками этот вопрос решен, что верить, вот когда записывает, девчонок, со слов говорящего, это не исторический источник. Как правило, они неверные. Там и отец Суворова записан неправильно. Получается, что он родился там в 4-м, 5-м году, на самом деле, родился в 9-м, на 4 года, на 5 ошиблись, Суворов родился в 30-м. Есть и другие перлы. Ну, вот пришлось ответить, так сказать. А у меня есть один оппонент, я его не вижу сегодня, который вот сидит, сидит, а потом выкрикивает, Лобатин не знает, в 29-м родился Суворов. Этот оппонент ничего не знает. Ну, вот где-то это выучил, и, так сказать, верен этой дате. Нет, поверим, все-таки самому Суворову, его жене, его любимому, Денчуку Прохору Дубасову. Большую главу я посвятил, прочтете, даже редактор, сперва так встревожил, говорит, что это много вы очень об отношениях с Потемкиным. Ну, вот, этот миф надо было снять с повестки дня, что Потемкин был следующий враг, завистник, недруг Суворова. Помещаю его отзывы, такие отзывы, которые, пожалуй, да, вот удалось мне вообще сливейший день в моей жизни, когда я нашел его письма Потемкину Екатерине, где он пишет, матушка Суворов один, не дайте ему уныть, другой он на его месте знает, численности неприятели, плеса бы, как черепаха, этот орлом летел и победил с меньшими силами. Я его берегу, на тот случай, если сам султан был полезен. Ну, вот, Уважаемые товарищи, решите представиться. Горковский Владлен Анатольевич, выпускник Горьковского Суворовского военного училища, который в Суворовском училище проучился 9 лет, с 1944 по 1953 год. И имя Суворова я несу в сердце с того самого момента, когда мальчиком, когда мне было 9 лет в 1944 году, пересек Горьковское Суворовское училище и начал там учиться. Я на всю жизнь запомнил барельеф, который стоял у входа в столовую, метр примерно 3 в высоту, метров 6 в длину. Мы проходили мимо этого барельефа, поэтому на этом барельефе были изображены Суворов и его солдаты, которые карабкались в Альпах, преодолевая перевал Паникс и готовые к последнему штурму Альп. Вы знаете, когда я выпускался, уже этот барельеф, его, наверное, раза 3-4-5 запеливали белой краской, и тем не менее, суворовцы постоянно проходили мимо него, они рукой дотрагивались до Суворова, до солдат. Это был какой-то, понимаете, символ, это было прикосновение к жизни Александра Васильевича Суворова. Я закончил службу полковником последние 15 лет. Я посвятил изучению истории кадетских корпусов Российской империи. И вот здесь я хочу сказать, что с первого шага кадеты в кадетских корпусах изучали наследие Суворова. Я должен сказать, что, во-первых, во главе кадетских корпусов стояли те люди, которые прошли с Суворовым через Альпы. Суворовым прошел через Альпы сын великого князя, сын Павла I, Константин, которому было 18 или 19 лет, он прошел все тяготы, все невзгоды вместе с Александром Васильевичем Суворовым. И известен факт, этот факт, наверное, не отрицается, когда Александр Васильевич Суворов пал в ниц перед Константином Павловичем и сказал, говорит, батюшка, я не знаю, что дальше делать, когда они попали в ловушку. И Константин Павлович поднял его и сказал, я полностью доверяю вам и надо идти вперед. И это как бы благословение было, императорское благословение. Александр Васильевич вывел войска, а Константин Павлович в дальнейшем возглавил руководство кадетскими корпусами. И когда он руководил кадетскими корпусами, он требовал от директоров кадетских корпусов воспитывать кадет так, как их воспитывал Александр Васильевич Суворов. Где-то с середины примерно XIX века в кадетских корпусах появились картины Шарлемана, картины Коцебу, на которых были изображены подвиги Александра Васильевича Суворова. И эта традиция сохранилась не только в кадетских корпусах в России, но и также в кадетских корпусах за рубежом. В кадетских корпусах в Сербии, в эмиграции. В эмиграции, в первом русском кадетском корпусе, в крымском кадетском корпусе. Там свято берегли имя Александра Васильевича Суворова и генерал Адамович, который возглавлял первый русский кадетский корпус, он всегда призывал учиться У Александра Васильевича Суворова и в его памятке 67 заветов Адамовича Там очень четко и очень ярко прослеживаются те постулаты, которые предлагал Александр Васильевич Суворов Я не хочу вас утомлять, рассказывать про Александра Васильевича Суворова, про его наследие можно бесконечно Но я вам хочу сказать, что суворовцы, которые поступили в Суворовское училище в 1944 году, с честью прошли по жизни Среди нас много генералов, министр иностранных дел Иванов, многие командующие военными округами И много-много других ученых, деятелей культуры Ну, например, солист театра опереты Герард Васильев 10 лет проучился в Суворовском училище И все эти люди на протяжении всей своей жизни несли в сердцах имя Александра Васильевича Суворова Они очень благодарны тому, что когда-то встав на стезю суворовца, они постигли то, что Александр Васильевич Суворов высказывал То, чему он учил своих солдат И я лично, я благодарен тому, что я окончил Суворовское училище Что я жив, здоров и что сегодня могу работать, трудиться Сегодня я пишу историю Горьковского Суворовского военного училища К нему, к этому обязывает меня моя жизнь, моя суворовская судьба Спасибо вам Меня извините, Александр Сергеевич, вам глубокая благодарность за вашу книгу Вы извините, пожалуйста, сегодня вы именинник Сегодня вы именинник, и ваша книга, ваши труды, я точно знаю Они читаются в суворовских училищах Они изучаются, они ложатся в основу воспитания суворовцев Спасибо вам огромное Ну вот, как маятник качается Вы, например, знаете, что министр бывшей обороны С такой странной физиономией, так сказать, совершенно не военной Вот Он запретил суворовцам идти по Красной площади То есть участвовать в параде Они с момента своего, можно сказать, основания проходили И на всю жизнь у них было это воспоминание об этом счастье Ну, недавно по телевизору, рассказывая о том, что парад 9 мая Там где-то в Алабина под снегом идет техника И диктор говорит И суворовцы пройдут, пройдут, значит, успокойтесь Но ведь что за люди прорываются на высоты, так сказать Такое ощущение, что он и про Суворову ничего не слыхал И про русскую военную историю И вот он несколько лет распоряжался армией Бог ему судья Пожалуйста Яна Ивановна Владимировна, доктор исторических наук Главный научный сотрудник Института Российской Истории Академии Наук Я представляю здесь команду историков, по-моему, немногочисленных Прежде всего, конечно... Слышно? Да, слышно Да, прежде всего, конечно, огромное поздравление Вячеславу Сергеевичу Труд не только, ну, как обычно, сколько пишут книгу, 5-6 лет Это труд всей жизни, который логически продолжает то, с чего он начинал Как, конечно, выдающийся кинодокументалист И его шедевр, я считаю, этот фильм Который показали сначала эти отдельные части Но я имела счастье видеть этот фильм И мой коллега, ныне покойный, выдающийся советский ученый Александр Александрович Преображенский Автор, кстати говоря, одного из лучших учебников по отечественной истории Вместе с Рыбаковым, которые сейчас незаслуженно забыты Вот он помогал спасти фильм Пробить через эту чиновническую стену Которая, в общем-то, Вячеслав Сергеевич, она понятна Потому что это была волна, которую начал в значительной степени Будущий прораб перестройки Яковлев Написав свою статью, по-моему, она была в литературной газете О псевдоисторизме, о псевдо-патриотизме Это был сигнал, команда третировать историков, художников, писателей Те, кто прославляют русский патриотизм, отдают ему дань И это коснулось и представителей исторического цеха И представителей художественного цеха И так далее, и так далее То есть наш будущий прораб перестройки действовал в определенном направлении А дальше, спустя годы, развивался уже на новой почве Здесь очень хорошо говорил Николай Николаевич Лисовой Наш замечательный историк О том, что Суворов это не единица А это часть нашей замечательной военной истории XVIII века А я добавлю, развивая эту тему Что это часть великого XVIII века в целом Которому дал импульс Петр И который так талантливо, при этом практически мирными средствами Развивала Екатерина Великая Да, в стране и законодательство, и территориальное разделение Прирастив наши территории, выйдя к Черному морю И так далее, и так далее И если пользоваться такой орнитологической терминологией То мы говорим всегда Птенцы гнезда Петрова И мы понимаем, о ком идет речь И мы говорим Екатериненские орлы И мы понимаем, что в ряду этих орлов великих И Потемкин, и румянцев, и ушаков и так далее Одно из первых мест занимает, конечно, наш великий Суворов То, что сказал Наполеон в мемуарах о Суворове Это совершенно логично для западного подхода Я вот занимаюсь в последнее время российско-русско-французскими связями И при всем уважении к нашим французам Которые к нам дружественны, к той части историков Мы видим, что всегда будет очень часто отношение как к варварам Как к людям другой Они не употребляют слово цивилизации Цивилизация – это их термин А здесь варвары, которых можно, опираясь на нормандскую теорию Как мы не способны к государственности уничтожать, двигаться по этой территории Этим руководствовался Наполеон и Гитлер Как мы знаем, нормандскую теорию вытаскивали в любое время Она всегда была нужна, когда нужно было объяснить экспансию И поэтому такое отношение к Суворову Я хочу сказать, что Суворов, конечно, завершает этот блистательный XVIII век Совершенно уникальный Потому что мы видим и выдающихся художников в Екатерининское время Когда расцветает русский портрет Мы видим изумительных архитекторов русских Которые выросли на иностранной почве в значительной степени Мы видим изумительную русскую литературу Которая подготовила появление Пушкина, гениального И мы видим великого Суворова От его школы, как мы знаем, пошел Кутузов И дальше торжество русской военной науки И еще один момент, на котором бы хотелось остановиться Здесь Вячеслав Сергеевич говорил о несправедливом отношении к Суворову Вот в первые годы после советской власти Ну, что говорить Наша наука, историческая наука, предельно политизирована Мы, как бы сказать, ну, вот работаем в таком пространстве В таких обстоятельствах Как тут нужно вести себя честному человеку? Надо прежде всего идти от фактов Как говорил Александр Александрович Преображенский Не заранее создавать концепции и в них вбивать то, что тебе выгодно А изучая документы, строить уже собственный взгляд на историю И то, что произошло в 20-е годы, когда царила школа Покровского Когда утверждая новое начало в гуманитарной сфере И прежде всего в исторической науке выплескивали с водой ребенка Я напомню статью Ленина Детская болезнь любезны в коммунизме Мы все это, историки, изучают эпоху, ощущаем, знаем Но затем, это всегда логично, как бывает Маятник пошел в другую сторону И то, что сделал Сталин с его, как говорится, ближайшим окружением в начале 30-х годов Это ознаменовало радикальный поворот в деле пропаганды Воспитания молодого поколения, подготовки к новой войне Которая совершенно очевидно ожидалась Вот значение этого поворота И здесь фигура Суворова была чрезвычайно важна Потому что именно со знаменем Суворова и Кунтузова Как говорится, и шла Великая Отечественная война И эти слова упомянул Сталин в одной из первых своих речей После начала Великой Отечественной войны И дальше, как говорится, в Хрущевский период Вот опять Маятник в другую сторону Потом вот эта Яковлевская пропаганда То есть Александру Васильевичу не везло Как многим из наших выдающихся государственных деятелей Военачальников, революционеров, писателей Кого угодно можно называть Но ведь он с нами, он остался на огромной высоте И труд, который сделал Вячеслав Сергеевич И как замечательно здесь выступали наши товарищи коллеги Они показывают, что вот эта пыль, шелуха историческая, псевдоисторическая Она отвалилась, отпала от этой великой фигуры И я надеюсь, что теперь уже никакие другие Маятники Ни в какую другую сторону не пойдут Хотя, конечно, слаб человек Мы это все с вами знаем Но мы потому здесь все Чтобы поддержать и поздравить Вячеслава Сергеевича И высказать надежду на то, что он сделал Уже как бы незыблемо, непоколебимо Большое вам спасибо Аплодисменты